Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 28 сентября 2015 года, выпуск номер 53, время полдевятого по челябинскому времени. Всем привет. У нас сегодня есть для вас несколько громких тем. Используем возможности CSS4 уже сегодня. Вышел Modernizer версии 3. И Twitter представил новый дизайн кнопок. Погнали. Погнали-то погнали, а где, собственно... Погнали нашего спонсора. Давай. Наших спонсорских. Я бы это так даже сказал. Завершай. UwebDesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляются в местную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товар-услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать. В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Даже как-то и уже не подыграешь как-то там в ноту в ту же самую не скажешь, что и в этом, потому что... Не слышим нифига, да? Вообще, я думаю, что с января у нас будет новая акция какая-нибудь. У меня есть пара предположений для нашего любимого акции. Так. То есть они прям практически менеджед решение. За тебя все будут делать, ты только оплачиваешь, и у тебя Bittrex будет прям летать, и все хорошо. То есть у нас будет появиться после WordPress новый раздел 1S Bittrex? У нас-то не появится, но у них на хостинге уже появился. Но они правильно, они под русскую аудиторию, то смотри как. Согласен. Возможно, просто они протестировали. У нас вот сегодня будет там новость про то, что что предпочитают заказчики, да? И вот, возможно, они знают, что предпочитают клиенты Smart Tape, поэтому, наверное, не с потолка взяли. Наверняка. Ну, давай к первой новости, которая нас так легко развлечет, про новый дизайн логотипа Opera. Вот знаешь, я издалека, прежде чем просто вот смотреть даже вот эту анимацию, так называемую, я просто издалека, мне показалось, я вот когда смотрел наверху, вот тут вот, мне показалось, знаешь, закосили под Google. Вот прям переделали, спрашиваешь, под Google закосили, буковку О. Ну да, она у них, видишь, все было узкое, 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 они ее все расширяли, расширяли, и сейчас она прям круглая опять стала. Да. Такой прям правильный Тор, говоря языком геометрика. Или, говоря языком наркоманов, правильный Тор себе накатил. Да, да. Не, ну смотри, во-первых, короче, Тор, ты правильно сказал. А вообще же это суть в том, что типа все сквозь нее проходит, опера, понимаешь? То есть сквозь вот это кольцо проходит и к тебе в глаза вонзает, в мозг. Вот тут справа, видишь, у них есть потоки. А там ниже, да, там ниже будет. Да, вот тут тоже на вот этом. Ну и не только это, вообще, может быть, опера наконец-то поняли, что все у нас в жизни из-за трубы. А может, прям как в России, понимаешь? И вот оно, мне сечение трубы напомнилось. Как мой батя говорит, так это мы на трубе сидим, потому что... Вот, видимо, они тоже присели. Опера, они из Норвегии или откуда? Мне вот просто я сейчас хочется даже... Тоже думаешь, что на трубе сидят? Ну, если из Норвегии, то стопудово. Почему-то, мне кажется, что... Ну давай посмотрим. Опера, так, многоязычные, выпускаемая компания Opera Software. Норвежская. Да, да. Вот, 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 вот. Они-то понимают. Видишь, я как разгадал быстро. Ну, кстати, это же еще колесо. Колесо же тоже, в принципе, такое, как бы вращающийся такой элемент постоянно. Я согласен. Но сквозь колесо-то ничего не проходит, если... Ну, только ось. Ну, да, кстати. Говоря языком Архимеды или кого... Кто там придумал колесо? Чуть ли не он. Я опять же... Ладно. Может быть. Или Норвег какой-нибудь. Знаешь, что, короче? У меня такой вопрос, во-первых, к нашим подписчикам, дорогим слушателям. Кто еще пользуется Opera? И вот есть же такое поверье, что Opera, мне кажется, девочки пользуются, женского пола пользователя? Да, я не слышал. Я слышал, что просто мужики русские пользуются. Да? Что просто у всех испокон веков на работах, вот когда был интернет-эксплорер, и, может быть, был Firefox, Google Chrome еще тогда реально не было. И Firefox никто не пользовался, это почему-то как-то в России было западло, а вот Opera все прям пользуются. У меня вот даже дядя, когда у него впервые появился компьютер, он поставил себе Opera, ну, хорошо, меня попросил ему поставить Opera, потому что на работе там у него у начальника была Opera. То есть реально каким-то образом пользовались. Пишите в комментариях вообще, какой у вас экспириенс с Opera. Я вот в какой-то момент, когда, я быстро даду скажу, что когда вышел Chromium Opera, там, после 12-й версии, я ее снес нахрен. У меня раньше она была для тестирования сайтов, а после этого я ее снес, потому что все равно там все будет примерно как в Chrome. Ну, кстати, да, у меня долгое время тоже Opera 12-я там стояла, чтобы как раз видеть, знать. А это? Вот если бы тебе дали на выбор, вот, допустим, возьмем, отсечем самые используемые браузеры, оставим только Opera и Firefox, ты бы что выбрал? Firefox, но я просто, у меня здесь установлен Firefox Developer Edition, и я к нему реально привык. То есть мне нравятся его инструменты разработчика и вообще-то. Ну, то есть как бы Firefox, она все-таки ближе к разработчикам, потому что Opera как-то вот никак. Да, да, она, как скажем, резонно ближе к разработчикам, потому что директором Mozilla до того, как его не уволили, был чувак, который придумал JavaScript. Я, ну, как бы не помню его имя, фамилию сейчас, но мы с тобой как-то пару-тройку, четверку, пятерку подкастов назад обсуждали, что вот было такое громкое дело, что его уволили за то, что он не хотел гомосексуалистов. Ну да, то есть Firefox-то, они такие новаторы в этой теме. Да, то есть они и являются, собственно, синонимом разработчиков. У них и их документация Mozilla-овская, на ней любят смотреть по JavaScript-у документацию, как же она называется-то у них. Какая-нибудь Firebug какая-нибудь. И по CSS-у тоже у них смотрят. То есть прям они работают с комьюнити, и вообще прям они из Opera Software просто в Opera переименовались, сама компания, я не понимаю. Может быть, от налогов просто уходит. Опять же, вот смотри, это вместе с креативным директором Туса. Вообще, честно сказать, он похож на Царство Небесное Илью Сигаловича из Яндекса. Ну, кстати, да, правый чувак. Да, да, то есть он тоже такой седой. Ну, насчет кружечки я уж не знаю, кто там с какими был, но мне вот тоже, видимо, айтишники все, когда стареют, они вот либо лысеют и бородеют, либо сидеют. То есть, видимо, Ларри Пейдж, по-моему, тоже, или Сергей Брин, я их путаю. Ну, то есть я не путаю, когда они вместе. Я понимаю, что это чуваки из Гугла. Кто-то из них, он точно такой. Я знаю, один с Гугл-классом уже соединился, мне кажется. Он уже только в Гугл-классах ходит. Ну, да. И the new... Oh, first rolls out on mobile phones. Это что значит? Что иконочка впервые была обновлена на опере мини, на iOS. Которой я не знаю, кто пользуется, опять же. Ты знаешь, кто-то... То ли мы в разговорах у экрана говорили, то ли просто как-то я что-то где-то узнал. Мужики в пивной болтали, что реально на ней очень много кто сидит, кто с эджем. Что она реально там ускоряет. Ну, вот она вот тут снизу, да, да, есть. И тут на айпадике вот здесь. Так вот, мужики в пивной болтали, что на нем очень много хорошим тоном среди... Вот знаешь, мы с тобой иногда не очень понимаем, да, кто вообще сидит на фейсбуке, да, кто вот эти типа все бизнесмены там. А между прочим, людей там реально дохрена. И они очень часто, люди, которые прям вот сильно сидят на фейсбуке, они не сидят на ВК. То есть это реально две разные аудитории. Ну да. И вот именно те чуваки, у них хорошим тоном почему-то считается корпоративным тестить на опере мини какие-то там вещи. Даже если они не разработчики, просто если они там где-нибудь в лифте застряли, победенный перерыв в своем бизнес-центре, они вот с оперы мини сидят. Вот, да, пишите тоже в комментариях, как вы вот объясните феномен оперы мини, но тем не менее оно вот почему-то с ней принято считаться. Ну там должны знать сейчас нам под коверные штуки, что там есть какой-нибудь режим турбо, что там какой-нибудь, как обычно, бесплатно ВК или фейсбук можно сидеть. Я помню, да, что у Билайна, например, есть... Кстати, это седой чувак и пишет. То есть седой это чувак, это... Это оперы очень главные. Это я. А, ну это рассказчик. Ну нет, здесь рассказчик другой. Возможно, все-таки... Там просто тот пост написал генеральный директор. Ну просто он очень похож. Ну ладно, не будет. Нет, здесь Арн Финн, а там какой-то Кристиан. Они, видимо... Ну он, видимо, из породы как раз седых. Да, да, мы же выяснили, что они одинаковые все. Но я тебя перебил, ты что-то начал говорить. Да нет, ну то есть, да, то есть пишите, какую функцию вы, может быть, юзаете и любите в ВП и мини, вдруг это самая ключевая киллер фича в этом браузере. Да, да, может быть. Я вот сейчас на паузу поставлю, потом вырежу. Я телеграмм просто перенесу сюда, если вдруг Алина будет писать, потому что она еще вечером хотела доехать. А, ну ты да. Вот так вот я здесь выделю. Так, и следующая новость у нас... про UX, у нас такая постоянная рубрика про юзер-экспириенс, про то, как должно быть, как правильно, как принято делать пользователям какие-то определенные штуки. Может быть, кто-то нас, как обычно, на своей тюнице называют диванными экспертами, опять скажет, что мы неправы, но мы попытаемся. В конце концов, мы не сами это придумываем, это все Керри Казинс нам говорит, здесь блога Design Shack. Поэтому уж она-то плохого не посоветует. Мы, кстати, с тобой неделю назад обсуждали Hamburger Icon, если ты помнишь. Так. Что это типа дохрена узнаваемая штука, ее все знают, понимают, и что когда она есть, юзеры скроллят контент вертикально, а если есть горизонтальный меню сверху, то они контент из всего сайта тоже смотрят горизонтальными кусками. Вот у нее здесь тоже в эпиграфе написано, что вот Hamburger меню знают вообще все. А вот какие еще есть навигационные тренды? Десять типа подсказочек и примеров. Ну-ка начнем. Первый – фуллскрин навигация. То есть, и здесь пишут, а что если навигация – это и есть дизайн? Хорошо спланированный, круто интегрированный. То есть там с типографикой, с контрастом, но тут с контрастом беда, если честно. Вообще я не знаю. Вот я на грудке пингвине, я прям такой миленький, да, с грудкой. Так вот на пингвине грудки не видно, что контакт. Причем буква А заходит за спину, а C и T они уже здесь. Это как они добились? А как? Ну нет, мы просто нарисовали. А как нажимать потом? Ну, слушай, ну, как добились, у нас был видос тоже про CSS-клипов, но он мало где работает. Я не думаю, что если это настолько у них киллер-фича, если у них навигация как… Может быть, они сделали большую картинку, и помнишь, как мы еще в ВУЗе на уроках HTML мапами делали, когда ты размечаешь картинку на области? Да, 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 да. Двигающий. Может быть, может быть, это… Ну да, то есть, это очевидно для пользователя, все как бы такое. То есть, ну, я такие сайты нередко встречал, это очень часто портфолио всяких фотографов или портфолио типа трендовых веб-студий, когда, ну вот… Не, ну почему? У нас на e-web-дизайне, если мобильное менюшка… Это тоже будет, да. Это там такой будет как раз пример, я хотел даже это и показать. Так. Bottom of the screen navigation. Когда навигация уходит вот так вниз, как в кладочке у Яндекс.Браузера Альфа. Угу. Никогда ты вспомнил. Ну, я просто на винду недавно его ставил. Ну, хорошо, не недавно, а до релиза десятки, когда у меня в Эдже нельзя было аплодить видосы на YouTube. Я тебе рассказывал, что там был какой-то баг. Че, они исправились, кстати? Да, они исправились. С релизом не было никаких багов, но Яндекс.Браузер Альфа так на рабочке у меня… Нет, я имею в виду, а эти ты вверх не подвинули? Нет, нет, на Альфе у них по-прежнему так. Может быть, они, конечно, ее забросили, я не смотрю, обновляется она или нет, но сам факт. Ну, тут пишут, что некоторые дизайнеры экспериментируют с этим, и, ну, это типа прикольно, ты такой тоже инновационный, сразу становишься, когда у тебя меню снизу. Я бы на каких-нибудь попсовых сайтах, типа там, я не знаю, почты России так не делал. То есть, ну, бабушки, тетеньки, они не привыкли к такому, это такая техника, которая на самом деле… Мне кажется, из этой статьи сейчас ничего к бабушкам не подойдет. Ну, вот почему. Вот здесь, например, вертикальные столбики с меню. Так. Это, опять же, зависит от того, какой у вас контент на сайте. Ну, то есть, мы это с тобой неделю назад обсуждали. Смотрите наш предыдущий подкаст про адаптивные сайты. Угу. Так вот, мы тогда обсуждали, что какое меню такое, и как назовешь, так и поплывет. Какое меню, так твой пользователь и будет читать контент и… Воспринимать сайт. Да, да. То есть, и вот как раз здесь, если вы делаете вертикальное меню, оно узнается нормально, особенно вот в этом левом углу, читает по букве F, но тогда нужно, чтобы у вас на сайте было колонками, и здесь тоже колонками, видишь? То есть, они это все предусмотрели. Ну, вот здесь вот сама Керри пишет, что это просто как бы разбивание стандартов, как это там, ломай… Шаблоны? Шаблоны, да. Вот типа того, но… И типа она пишет, что самое популярное, это когда Hamburger Icon открывает вот эту хреновину. Ну, мы с тобой это отлично знаем. No Navigation. Вот такой есть тренд. Когда нет никакой навигации, есть сразу контент непосредственный. Ну, логотип, эпиграф и контент. Мне вот мой коллега Сергей из Калининграда часто говорит о том, что сторителлинг теперь в моде. То есть, ну, как на Medium, да? У тебя заголовок, ты скроллишь, там перед тобой вот так все выстраивается. Или как Cards Framework и Design Mod, который они… Ну, это WordPress плагин, который они сделали для того, чтобы лендинги делать. То есть, тоже там все вот так карточками выстраивается одно за одним. Что типа для прогрессивных чуваков такая подача – это интересно. Ну, и помнишь, мы с тобой рассуждали, когда Крис Койер там свою поездку в горы выкладывал на Exposure? Он тоже, ну, там платформа для сторителлинга, что называется. Ну, нет, для прогрессивных стопулового круто, плюс еще, чтобы это все не тормозило. Ты знаешь, начинаешь скроллить такую историю, начинаешь блевать в середине от того, что ничего уже у тебя там анимации… Да, вестибулярка уже не справилась, ты уже лежишь где-то под ноутбуком. Но я-то, как никто это понимает, потому что у меня встроена видеокарточка на компьютере, ну, на ноутбуке. Поэтому у меня… Я очень чувствителен. Опера мини твоя не справилась? Опера мини, да. Разворачивается. Это как рулик без гидрача. Вот там так же медленно анимация и рваная. У тебя пот сходить начинает просто, вот, да. Slide out menus – это как раз то, что вот у нас на YouTube Design. То есть есть какая-то иконочка, ты ее жмешь, открывается меню вот на таком overlay, и ты можешь ее крестичком закрыть. Это справедливо и для off-canvas меню, когда что-то сбоку выезжает, я прям… Давай, продемонстрируй. Да, причем я даже продемонстрирую еще чудеса UX. Вот есть у нас здесь менюшечка, наш контент вот с чашечкой. Мы в соцсетях, подкаст, поиск, да? А если, если мы сделаем это мобильным, ну, поиск, естественно, останется, но меню сократится. На мобиле не нужно, мы в соцсетях, люди зашли уже смотреть контент, поэтому здесь сразу идет категоризация контента по рубрикам. То есть никаких нету лишних ссылок. Мобильное меню, оно всегда меньше, понятнее, удобнее, чем десктопное. Блин, оно это прям… Причем вот эти хувер-эффекты, они не работают на телефоне. Ну, похуй. Но они есть, и вот такие подсветочки, полосок тоже, они не будут на телефоне, они мигнут чуть-чуть, но тем не менее, это все равно, это очень круто, мне понравилось, я прям, да. То есть такие пункты, эти, фу, не пункты, такие способы меню прям мы любим. Ну, плюс еще удобно нажимать с телефона, здоровые надписи. Ну да, да, они потому и делаются такими крупными, чтобы ты пальцем мог нащупать, так скажем. Мега менюс, ну, они, очевидно, для чего это нужно, когда у тебя какой-то гигантский сайт, ну да, тут как на Амазоне всякий, или как на Алиэкспрессе происходит, да, с видос, shop all categories. Ну, у меня сразу ассоциация с какими-то магазинами. У меня ассоциация с этим, который машины, лизинг или как его... Link cards, конечно, ну да, да, у него тоже, конечно, такой же это с видос, но я так понимаю, что люди, которые, в принципе, проводят много времени в онлайн-шоппинге, они уже привычны к вот таким лейаутам, когда все светится, все там сверкает, везде скидки, 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 а в результате все равно ты купил без скидок до хрена всего лишнего, что тебе даже и не надо. Поэтому, ну, мега навигатор... Мне вот, знаешь, сразу еще ассоциация с тетками, которые на Гилман заходят, все хотят урвать баскидки. Вот там тоже должно быть мега-меню. Я, честно сказать, не захожу ни на Гилман, ни на Группон. Причем, кто-то мне говорил, что один из таких проектов, по-моему, в чатике у нас обсуждалось, в этом году закрылся. То есть, реально, настолько кризис, что даже вот такие игроки крупные, казалось бы, и то загибаются. Купоны не рулят теперь. Да, 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 хотя они вроде... Это тоже антикризисные такие штуки, но, видимо, рынок сразу выплевывает слабых купончиков. Я не знаю, или как бы они укропняются, там кто-то кого-то покупает, но вот факт остается факт. Ну, то есть, подожди, то есть, по идее, значит, когда у тебя есть мега-меню, значит, твои пользователи, типа, быстрый доступ к категориям получают. У них, да, они, во-первых, способны потоки, гигантские потоки информации обрабатывать, то есть, они сразу понимают, какие категории за что отвечают, и они более точно знают, что им надо. То есть, когда ты заходишь на сайт, который тебе стори-теллинг предлагает, ты такой, чувак, ты зашел, ничего бы мне почитать, няня-ня, няня. С кофейком. Да, 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 да. А тут ты уже не с кофейком, ты уже с Рэдбулом зашел, причем со вторым выпитым. Потому что ты уже точно знаешь, что тебе нужна детская на три годика, там до 12 месяцев, туда-сюда. Такой размерчик и розовый. Да, тебе надо быстрее две купить, пока твой спит, как раз, ребеночек, и не проснулся, тебе надо... Вот он только тебя сейчас на полчасика отпустил к компьютеру, и ты вот 29 минут уже ВК проверял, и вот на одну минуту тебе ты вспомнишь, что надо подгузнички там новые купить, и все, и ты сразу уже по мега-меню ориентируешься. Ну да. Потому что он вот-вот уже плакать начинает там... И какать, возможно. Да, скорее всего. Анимейтед навигейшн менюс. Это... Тут пишет, анимация — это IT-тренд 2015 года. Так. Уже какой год, мне так вот кажется, что IT-тренд? Какой каждого года? Но пусть будет так. Мы, кстати, через неделю будем обсуждать то, что Chrome Group... Я в этих разговорах у экрана, смешно, в субботу обещал, что мы сегодня будем это обсуждать. Но там надо реально до хрена подготовиться, чтобы это обсуждать, поэтому через неделю это будем, скорее всего, обсуждать. И то, не обещаю. Планируют отменить спецификацию Smile, которая — это нативная SVG-анимация, и которую ты прям в SVG вписываешь. Поэтому, возможно, в 2015-м станет годом отмены анимаций. Офигеть. CSS и JavaScript-анимации, естественно, останутся, но тем не менее. То есть, да. Когда вот такие все разноцветные, при наведении там шестереночка покрутится, стрелочка такая туда-сюда, как спидометр сделают, это типа прикольно, это интересно. Карточки тоже уже далеко не тренд, но тем не менее, вот на Pinterest нет никакой навигации, все сразу в карточках. То есть, вот она показывает нам доску Design Shack, как там, доска-коллекция называется. И в ней несколько, да, доска, черт, не знаю, коллекция, в ней несколько досок, или доска в ней несколько коллекций. Мне кажется, ну это как бы все, да, доска в доске, ну да. Ну, в общем, да, вот у них есть аккаунт Design Shack, ну пусть будет коллекция, и в ней несколько досок тематических. То есть, вот она навигация в виде карточек сделана. В принципе, я даже вижу контентные сайты, в которых ты заходишь, сразу такие карточки по категориям, и ты, может быть, это, может быть, это и круто для тех чуваков, которые привыкли визуально все воспринимать. Да, для каких-то категорий, знаешь, может быть, портфолио делать с помощью такой хрени. Причем, ну, именно только портфолио. То есть, вот есть у тебя сайт студии, и у него раздел портфолио, у него немного другой лояут, вот, вот, сразу вот так. Да, да, может быть, согласен. Button Free Navigation. Здесь нам пишут, что на самом деле текст — это новые кнопки. Знаешь, как... Мы пошли еще дальше. Nerd is the new sexy. Да, мы пошли еще дальше. Типа, задротство — это новая сексуальность. Вот. Вот текст — это новые кнопки. Так. И здесь пишут, что просто хорошо выровненные между собой полосочки с текстом, они выглядят прям как кнопки. Особенно, если, типа, фуллскрин изображения, вот такое монотонное, и у тебя вот так текст выдается, его прям сразу хочется нажать, он объемным аж становится от того, насколько вот он контрастный. Vibrant тоже слово можно использовать. Да. Ну и, конечно, Single Page Scroll Navigation. Просто тот факт, что вот такая кнопочка есть про скролль вниз. Ну и либо это будет делаться послайдово, либо это будет делаться просто там, ты дальше скролишь, он до какого-то момента тебя доводит, а там ты уже скролишь сам. Угу. Вот. Тоже такой, типа. Ну, как бы тоже сторителлинг некий такой. Да, да. Тоже сторителлинг характерен, естественно, для лендингов. Здесь есть бонус, пять сайтов с крутой навигацией, но даже не хочу это смотреть, но вообще вот тут навигация, она раздвигающаяся, то есть вот ты здесь точно так же нажал вот на hamburger menu, и она там в серединке появилась, как колонна там, вот что-то такое. Во, вот это мне понравилось, да. Мы, конечно, не будем их рассматривать, как я сказал, но рассмотрим чуть-чуть. Здесь навигация, она в самой картинке, то есть здесь есть, типа, блок информации, и на него можно нажать и перейти. Вау. А здесь там кафешечка, на неё тоже можно нажать и перейти. Здесь меню, вот на него можно нажать. То есть здесь навигация, это элементы самого вот этого вот, этой картинки, и это, мне это прям напоминают такие 3D-квесты первые, которые пришли. И там, там причём здесь, в этой навигации, так же, как в тех 3D-квестах, видно, что если что-то нарисовано чуть-чуть по-другому, значит, на это можно нажать, скорее всего, и повзаимодействовать. И ты чётко видишь, что где фон, а где бутылочка, которую можно со стола взять, потому что она прям, ну, откровенно выделяется. Выделяется. Вот здесь вот эта информация, она откровенно выделяется. Ну, да, дальше там всякий бред, поэтому перейдём к следующей теме. Давай перейдём. Новый дизайн для Twitter-кнопок, для follow buttons. Отлично. Короче, давно пора. Давно пора, знаешь почему? Потому что выглядело это всё, как вот в 2013 году логотип Google. Как там, как там Лебедев, давно пора, сказал? Да, да, давно пора. Ну, вот я сейчас, может быть, я подсознательно его процитировал. Конец цитаты, да, собственно. То есть, вот было вот это скиломорфное, что-то, нечто, которое мы видим, кто видит, кто не видит. Ну, видели стопудово. Ну, да, вы все помните, вот эта серая кнопочка с градиентиком, сверху беленьким, снизу сереньким, и там птичка. А, кстати, птичка тоже с некой такой тенью такой. Да, тоже градиентная, возможно. А сейчас сделали полностью синюю и белая птичка, и вообще хорошо. А, кстати, белая птичка-то, она вообще же по стандарту, да? Да, у них, когда были гайдлайнс, первые выпущены, 2012, наверное, это было, может быть, 2013. Вот, тогда там была птичка на белом, на светлом, там была даже белая птичка в черном квадрате. То есть там такой вариант тоже был для черно-белых интерфейсов, каких-то штифичка белая, все черное. Ну, да, я помню, они очень жестко с этим говорили, что давайте, меняйте везде птичку, все все еще со старыми... Да, да, вот это когда все используют старые WordPress-овские темы, купленные на Team Forest, а там вшито все еще иконочка старого... Там рисованы какие-то птицы. Честно сказать, даже сейчас такие можно встретить. Ну, да, кстати. А ты скажи, в каком году предыдущий дизайн был? Ну, то есть 2011 год, как я понимаю. Да, да. Ну, хотя они постоянно все модернизируют и приложения постоянно переделывают и вообще... Ну, да, вот птичку меняли, но вот эти градиентные кнопки, они в 2011 еще были приняты. Причем смотри, пасхалку, я вот сейчас вот мы с тобой разбираем, я увидел здесь follow Twitter, а здесь, типа, в новом стиле Twitter-дев. Типа, а это уже разработчики в новом стиле. Тут 372 тысячи, а тут 178 разработчиков меньше. Но у разработчиков тоже синенький. Причем здесь тоже Twitter, но 178, то есть они как-то пасхалочка-то не до конца развили, но я-то заметил. Кстати, да, кстати, пасхалочка, да. Сказали, что, в принципе, весь API остается тот же самый. Ну, кстати, напишите в комментариях, вы как, пользуетесь плагинами или сами монтируете это все вот это? Я помню, был момент, когда вот мы работали еще вместе, мне прям вот нравилось нативную кнопку делать. То есть вмонтировать реально, сам взять кодик, кусочек. Я использовал плагины, но где нативная кнопка? Ну, иногда и сам вмонтировал, когда еще там какие-то первые блоги я делал, типа услов.me, вот там была нативная кнопка в сайдбаре, просто чтобы на меня можно было там подписаться. Но вообще, мне кажется, все уже сейчас пользуются какими-нибудь шлюзами, типа Яндекс.Шеер, вот этот, который у нас на ее в дизайне. Причем, почему? Потому что, чтобы не подгружать 100 тысяч скриптов, там все через Яндекс.Шуэксэмэльку отправляется, просто и все. То есть там никаких скриптов не подгружается, ну, только тот, который рендерит эти кнопки, непосредственно, и каунтеры подгружает, но он один. Они 5 разных, когда тебе надо из Google Плюса подключить, из Твиттера, из Фейсбука, из ВКонтакте, они там еще все по очереди подгружаются, вот это, ну. Не, а самое главное, потом нет проблем ты сверстать хочешь, вот допустим, они все там выстроены как Яндекс придумал, а я хочу там по-другому их выстроить как-нибудь. Ну, там стилизация есть, то есть можно их там перекрасить, можно туда-сюда, там просто отдельная CSS-ка прямо в плагине есть, ее можно перезаписать, что-то называется, это никаких проблем нет, вот с этими-то наоборот сложнее стилизовать, их нельзя никак стандартизировать. Ну да, они начинают сразу там одна вверх, одна вниз, там ужасно начинается. Это я прям помню, когда эти были мучения, мой перфекционист внутренний, он прям испытывал боль. Так, дальше у нас развлекалочка, развлекухочка. Вообще сильная прям. Прям, да, инфографика со стереотипами среди дизайнеров. Ну-ка. Так долго грузится, прям как-то не по-человечески. Нью-скролл. Сверху есть погода, 69 по Фаренгейту у них где-то. Где понятия не имею. Так. Стереотипы в дизайне... Ух ты! Ты чё там на моей провокации? Это чё? Владимир Смирнов, мы подкаст пишем, поэтому я не отвечаю на твои провокации. Стереотипы в дизайне. Дизайнеры принимают много форм, давайте рассмотрим их графические дизайны. Так. Музыка. Группа, о которых вы никогда не слышали. Отлично. Волосы Ламберджек. Угу. Или Мэдмен. Вот, видимо, это Мэдмен. Отлично. Машенький человек. Усы. Фуд Берридж, пицца. И Тол. Тол, это, я так понимаю, это этот кофе в Старбаксе, по-моему, Тол, там, один из размеров. Хотя, тут написано пицца слэш Тол. Типа высокий стакан, что ли? Ну, там именно размер, у них там не Small, Medium, Large, а там Tall, Mega, там, ну, короче, у них какие-то свои старбаксовские названия. Понял. Хотя, тут написано два шот ванилла, латте, экстра, айс, ну, вот, да. Рукавчики на трех вариантов, downtown, midtown, uptown. Вот, uptown, это прям сильное гейство, когда выше локтя уже, этот, рукавчики, это что-то прям нельзя. Волоськи, ну, волоськи здесь отдельно не... Я думаю, татуировки, если честно. Ну, они просто вещь объемные, реально. Ну, да, да. И они еще на карман прям залазят, если с татуировки, это страшно. Популярная локация в работе, это Калифорния, Нью-Йорк. Ну, да, согласен, как обычно. Quark's. Так, 25% графических дизайнеров не работают хорошо с другими, и поэтому себя менят филансерами. Нравится на ощупь мягкий, хороший, алюминиевый MacBook Pro. Да, это так и есть. Интериор дизайн, дизайнер интерьеров, ну, тут прям тетка, как из квартирного вопроса, чисто с телеком. Здесь что-то среднее между нет макияжа и... Сильно переиграть, Здесь написано наноси его так, как будто сейчас 80-е. Такая шуточка. Музыка поздние 90-е женские вокалисты, да, согласен, да-да-да-да-да, еда, органический салат, органическая вода, все такое зелененькое, прям да-да-да, согласен. Ball Cut Cleopatra, как это, Cleopatra, я думаю, это можно назвать, или короткие и удобные волосы. Калифорния, Техас, между прочим. В Техасе? Как-то это неожиданно. Она нефтяные скважины, возможно, проектирует, как будет, там, туда-сюда. Не, но на самом деле в Калифорнии больше всего ВВП по объему, а в Техасе больше всего ВВП по количеству на население, на человека. То есть, там есть смысл. богатых местах дизайнеры интерьеров нужны это, то есть, да. Классика, модерн, туда-сюда, то меняют, то заменяют, и, да, wish twist to a classical style and touch of something antique. Ну, короче говоря, либо антиквариатное делать, либо модерн, постоянно меняют туда-сюда все. Фильм-директор, режиссер, музыка-классика и современный оркестр, ну да, опять же, по этому, по Питеру Джексона любить вот этот оркестр, кстати, тоже волосики. Уровни стресса, 6 утра, кофе, актеры, засыпать в 6 п.м. уже, то есть, там, 12-часовой рабочий день, до хрена работают. Прически, ух ты, господи, Мега Мэнни вывалил в видео, тут девочка даже какая-то, тут как-то... Причем у нее тоже рукавчики, у нее Мидтаун, она причем там что-то в перчатках сделать, ладно, не будем это обсуждать, или Нолан, Крис Нолан, я так понимаю, ну, тут просто двух топовых режиссеров взяли, еда, пред, during, post, да, перед работой, четырехразовое питание, потом всякое говно на подносах, как телеобеды, потом в конце уже виски. Причем топ-3 штатов даже не... Не Калифорния. Алиной, Слуизиана и Флорида. Это как вообще? Я, вот, я не знаю, что сказать, пишите в комментариях, если вы Луизиан, или во Флориде, и видите, вы везде режиссеров. Или вы сами режиссер? Да. Путешествую только Леерджетом. Чего я такое понятия не имею? Ну, какие-то самолеты, но какие? Стопудово есть мнение по поводу цифрового и против аналогового съемки. Классик. Классик. это само собой. 15 и 24 мужиков, директоров на одну женщину. Не директоров, режиссеров на одну женщину приходится. Вот так вот. Архитекторы. Либо лысые, либо не лысые. Вот такая вот классификация. Это какой-то Егор Дружинин уже, а не архитектор. Он тоже. Он такой танцевальный, архитектор. Музыка работает либо в тишине, в над... To hone in on precise math skills. Чтобы задрочить математические скиллы, food, steak и вино, эспрессо. Отлично. Одежда, рубашка, короче, все черное. Рубашка, исподние штаны, пояс, ботинки, все, что это, все черное. Да, смешно. Скорее всего, все еще играют в лего. Но архитектор, это смешная шутка. Около 21% архитекторов self-employed, ну типа филансеры, работают сами на себя. Могут нарисовать прямую линию без линейки. Это круто. Самые высокоплачиваемые архитекторы работают в Калифорнии, в Индиане, в Коннектикуте. Ну, а допустим, в этом можно поверить. Ну, про Калифорнию, да, но... А почему не в Техасе? Вот там есть... Там только дизайнерят интерьеры. Видимо. Возможно, уже ничего и не строят. Только задизайнили, отдали в продакшн и там продрочили что-нибудь. Продакт дизайнер, музыка, классический рок, new wave, внутренние такие, эти, затычечные наушники, сделанные из дерева. Узнаю, я помню, когда я таки хотелось заказать. Google Glass или Red Dreams. Я, честно сказать, не знаю, видимо, вот такие квадратные очочки Red Dreams называют. Запах, любит запах коробки со свежеоткрытыми кроссовками. Фастфуд или вообще все, что угодно, что можно взять с собой. Но это, это практически мы, на самом деле, но тем не менее. Тоже Калифорния и Мичиган. Я думал, будет опять же Иллинойс. Но, да. Там, причем, что-то, что-то как-то... В какой-то момент задизайнерили собственную обувь. Делают, принимают решение о покупке, исходя из упаковки. Что-то это уже не очень мы думаем, что они графический дизайнер. Отлично. Индустриальный дизайн, так, непонятно. Что-то там. Ну и геймдизайнеры, это твои. Музыка из игр, Games Course, саундтрек из игры. Чип-чип-тюнс. Не знаю, что это значит. Но это тоже пищалки всякие, типа. Да, может быть. Vision. Ноктюрнал. Лучше всего видит в темноте, когда играют и... Да, да. Where they work and play games. Когда работают и играют. Днем маленькие глазки, ночью красные и с большими зрачками, как обычно. Любит запах пыли от перерабатывающего компьютера. Это, блин, уже какие-то системные администраторы пошли. Ну, видимо, примерно не те же люди. Еда, всякие батончики, Mountain Dew. Popular Studio Locations Сиэттл и Калифорния. Охренеть. Охренеть, да. Сиэттл. Это даже как-то интересно. Там север, там в принципе уже... А что за цифры? 68, 119. Это что значит? Количество студий по game production. Потому что ты посмотришь, сколько там? 3370? 3000? А тут количество этих... Их самих product designer? да. Да. Ну, у них рефлексы, как у гепардов. Ну, понятно, играют там. Видишь, там, игроки в видеоигры имеют реакцию в меньше, чем 100 миллисекунд. Да, контент, hardware полностью употребляют в большинстве своем контент, причем в миллиардах. То есть, тут огромное количество миллиардов контента, hardware'ов и accessories. Вот такая долгая инфографика. Я сказал, что она нас расслабит, но я что-то напрягся. Так нет, самое главное, что такую, знаешь, штуку надо распечатывать на такую плотную бумагу глянцевую и вешать к себе в салон, в какой-нибудь... Опять же, по стрижкам, по стрижкам в салон. И там уже, вот вы кто? Фильм директор, вот, давайте его замутим. Согласен, согласен. Архитектор лысый, не лысый. Лысый? Черный. Да, по-моему, нормально. Переходим к дальше, к одной из наших громких тем на сегодня, будем сейчас разбираться. Давай. Значит, я расскажу маленько, что CSS Next это просто всего лишь CSS-компилятор, как оказалось. Я-то думал, там сейчас что-то будет бомба какая-то. Так вот, CSS-компилятор, позволяющий использовать последний синтакс из CSS уже сегодня. Он преобразует новые CSS-спецификации в более современный код так, что вам не придется ждать поддержки новых возможностей в вашем браузере. Ну, в общем, смотри, смотрите, друзья. Ты скажи фактуру, что уже на протяжении четырех лет, с сентября 2011 года, V3C занимается разработкой CSS-4. Я прям помню, когда мы защищали какие-то из наших курсовых, мы тоже делали на вебе, уже тогда было CSS-3 и говорили про CSS-4. Несмотря на то, что CSS Working Group уже после этого опровергала вот этот бренд CSS-4, они сказали, что все дальнейшие модули это будут просто CSS-модули, и поэтому они их и выпускают по чуть-чуть. Вот Flexbox выпастили отдельным модулем туда-сюда, то есть не такими здоровыми кусками, как CSS-2.1, там, 2.0, 3, а маленькими кусочками. Backdrop-фильтр, просто фильтры, туда-сюда добавили, то есть, ну... Так нет, я больше скажу, по-моему, они даже опровергали, что в CSS-3 есть такая тема, то есть все, кто пишет CSS-3 у себя, что я владею CSS-3, это тоже достаточно бред. Ну, это более устоявшийся, но, видимо, да. В CSS-4 сейчас это просто смешно. Да, бред. Ну и вот, и тут нам описывают возможности, так скажем, которые будут, типа, далее. И вот, началось, естественно, с префиксов, типа, что вот этот... Это все, да, ты скажи, что CSS-next это пост-CSS-плагин, мы вот тут неоднократно говорили про пост-CSS, новую, супертрендовую фронт-энд фичу от Андрея Ситника, по-моему, так его зовут, русского разработчика. И автопрефиксер это один из плагинов к нему, то есть, по факту, CSS-next это набор вот таких вот плагинов, которые с помощью JavaScript-а парсят ваш CSS и на выходе выдают его дефолтным, но вам, типа, удобно и прикольно это делать. Да, поэтому... Там есть функции еще. Да, ну, как обычно, переменные в свойствах CSS, на самом деле, это менее даже удобно, вот я когда читал, смотрел, менее даже удобно, мне кажется, чем в CSS. То есть, тут ты, типа, описываешь... Я согласен, полное говно. Они через вот эти черточки, как в BAME, их нужно в root, в root все писать, чтобы потом использовать. Какие-то это просто странные косты. Да, немного странно, особенно то, что ты их всех мясом пишешь, и, ну, в общем, но переменные, как бы, сейчас везде, мне кажется, уже используют. Вот именно, это как-то в последний вагон они хотят забежать, но, причем, это же не то, что авторы CSS Next'а выдумывают, это же реально в E3C такую спецификацию прорабатывают. И нахрена они вырабатывают уже заведомо мертвое говнище, не совсем понятно. Ну, кстати, да, это надо еще узнать, почему. Далее, простые математические выражения, опять же, CSS этими свойствами, значениями, тоже есть в SASE. Во-первых, есть в SASE, во-вторых, Calc уже сейчас работает с просто там 100% в минус 50 пикселей, но теперь будет работать с переменными. Но с учетом того, что там надо две скобки, вот эти Calc, War, ну, не знаю. Но, не, штука-то удобная, как бы, ну, то есть, пользоваться-то надо, по идее. Ну, да, но это уже все есть в препроцессорах, и прям, это все уже было в Симпсонах. Была такая серия в South Park, когда они пытались какие-нибудь прикольчики замутить, и каждый раз ржали, что это все уже было в Симпсонах. Вот это уже было в Симпсонах. Дальше, современную, с помощью нее, как бы, медиазапрос у тебя будет. Я буду, давай сыграем в хорошего, плохого полицейского. Я буду говорить, что есть такой гем для Саса Breakpoint, который делает то же самое. Нет, я, в принципе, присоединюсь к плохим, видимо, полицейским. Или к хорошим, я не знаю. Да, просто оно еще и меньше текста занимает. Ну, то есть, я понял, как это пишется, но оно значительно... Тут еще вот эти два минусика, вот они прям тянутся, они до конца будут. Они прям вот хочется минуснуть сразу. Минуснуть хочется. Улучшенный синтаксис медиазапросов. Теперь можно, вот, сравнение делать, типа, более или равно, менее или равно, вот такие штуки. Вау. Вместо Max Width можно написать Width больше либо равно 500 пикселей. Ну, как бы, своего рода такая штука в этой рецепт, короче, на курсе. Вот единственное, что мне более или менее нравится, это вот эти вот пользовательские селекторы. Угу. Потому что здесь можно, видишь, сгруппировать. То есть, всем ашкам присвоить вот так вот. Нет, подожди, так, а, ага, с помощью переменной присвоить. Единственный способ, ну, не единственный, один из способов, который мне вот так приходит на ум, это сделать тихий плейсхолдер в САСе, называть его хейдинг. и H1H2H3H4H5H6 экстенднуть и тот внутрь холдинг. то есть, оно будет, по сути, то же самое, место займет, наверное, чуть больше. Но, с точки зрения, ну, то, что без минусиков уже. Во-первых, без минусиков. Все, можно не продолжать. И тут еще есть двоеточие. Да, тут двоеточие и минусик, оно вот не член, напоминает. А тут и длинный член, из двух минусиков. Длинный член входит в хейдинг, как бы, такой. И там внутри выплескивает несколько. H1H2H3H4. Вот такие ассоциации. Можно как, то есть, ты вообще не заскучаешь, когда будешь писать с помощью CSS Next. Я согласен, да. Но вот в этих тихих плейсхолдерах, с точки зрения ООП, атомарного CSS и прочих таких модульных методологий, это более логично с этими тихими плейсхолдерами, потому что это, типа, абстрактный класс. Он сам не определен, но есть объекты, которые его наследуют, и все их объединяют, вот эти вот свойства. Оно даже круче, чем вот эти вот пользовательские селекторы. Я буду до конца плохим полицейским. Как говорится, в тихом плейсхолдере черти водятся, да? Короче, функции для модификации цвета. Ну, блин, вот это, кстати, тут, в принципе, со светом много, что я так понимаю, сделали, каких приколов. Непонятно только зачем много такого, но вот, допустим, можно в процентах задавать, как бы, там, ну, черноту или наоборот. Ну, это все есть, во-первых, в САСе, в Симпсона. Во-вторых, я сейчас открыл документат, вот, ознакомиться здесь, я нажал, и тут половина зачеркнута, это еще сделать надо. То есть, тут как-то они, знаешь, не сильно работают. ты имеешь в виду... Saturation, Whiteness, Blackness, это все есть в обычном САСе, но есть еще такой замечательный фреймворк Компас для САСа, в котором еще до черта просто разных цветовых функций используется. Ну, мы сейчас дальше пойдем, у них тут тоже будет кое-что, но тем не менее. Поддержка цветов HWB. Это... какие... это цвета, которые... Я не знаю, что это такое. Ну, давай узнаем. Что-то там... Whiteness какой-нибудь, Blackness. Whiteness, Blackness, не знаю. Сейчас посмотрим документацию. И которые потом будут преобразованы в RGB и RGB. HWB, это MoCompatible CSS. Что такое HWB? Мы, видимо, с тобой не дизайнеры. Ну, давай. Ну, то есть, я и не сомневался, что мы сейчас будем. Но мы сейчас, да, рукавчики-то закатаем. Hue, Saturation, Value. А почему HWB? Подожди, вон, там было, было сверху расшифровка. Hue, Whiteness, ну, видишь, я знаю. Blackness, я, пожалуй, тоже... Да, но... Все. Ну, это... это... это CSS спецификация. Ну, ладно, окей, может быть, будет использоваться хипстерами. Далее, более чем 50 оттенков серого мне нравится этот заголовочек. Ну, опять же, вот эти штуки, которые изменяют, как бы, насыщенность, как я понимаю, цвета, то есть у тебя... они, я так понимаю, из цвета делают серый. То есть ты можешь просто написать 85 оттенок серого, и это будет, там, 85, 85, 85. Так я не понял, то есть только с серым можно так прикалываться? Ну, да, да, вот с серым отдельно можно так прикалываться. А у Red'а просто там двигать через другие вот эти функции, функции для модификации цвета, двигать какие-то его значения. У Red'а добавить Blackness, там на 80 процентов или что-то еще, то есть вот так. Далее, опять же, про цвет. Можно использовать, наконец-то, восьмизначные обозначения цвета. То есть можно 8 знаков, а не 6 делать через решеточку. соответственно, 4 для уменьшенных, и 8 для развернутых. Ну, кстати, я не писаю, что это будет и как это будет. Да, ну, 4-ый, это альфа-канал, и альфа-канал будет не просто прозрачный, а прозрачный с каким-то цветом. Понял, понял, понял. Цвет Rebecca Purple, но это, который назван в честь дочери Эрика Мэйли. Причем здесь новый цвет просто стоит, знаешь, погрузить. Ну, да, да, то есть даже, причем, я допускаю, что переводчик с хабра или кто вот это писал, он просто не в тени. А, ну, может быть. Просто новый цвет, чуваки, как бы, никакой истории под этой нету. Так, свойство фонт-вариант. Я просто точно знаю, что фонт-вариант уже сейчас есть. Но тут видишь фонт-вариант капс и фонт-вариант нумерик. Видимо, он вот эти фонт-вариант капс и нумерик будет в один фонт-вариант объединять, потому что я точно помню, что нас на Typekit учили OpenType фичем, и там были эти фонт-варианты, но их то ли через запятую там надо писать, то ли как-то еще, то есть здесь вот, видимо, это можно вот в разных таких отдельных писать. Ну, прикольно, что? Может быть, ну, ну, слушайте, это, знаешь, уже просто для обленившихся что-то писать, там, вот, текст-шедо, например, да, тоже же одно свойство. И там надо писать сначала сдвиг по X, потом сдвиг по Y, потом блюр, и потом размер. И вот там тоже как-нибудь сделать четыре отдельных текст-шедо X, текст-шедо Y. Ты как бы можешь это сделать? Ну, да. Ты можешь переменные задать, вот эти вот, кстати. Но дальше фильтр, у нас есть видео, кстати, про CSS-с фильтр. У нас даже два, одно про SVG, одно про CSS, я сейчас себе... То есть, как вы понимаете, их можно делать не только в CSS-next, это уже опять же. Их просто, в принципе, можно реально делать уже сейчас. Я не понимаю, какого хрена тут нового. Я сейчас открою спецификацию, не спецификацию, документацию, потому что, может быть, то, что префиксы он будет добавлять, конверсии CSS-шотхима. А, он в SVG переводит, понял? То есть, ну вот смотри, мы пишем blur 4 пиксель, а он, кроме этого 4 пикселя, он сначала SVG-фильтр применяет, реально через фильтр ID, Gaussian Blur, вот это то-то-то. Понял. Потому что SVG-фильтры поддерживаются в том числе и в E-шечках. То есть, это, тут смотри, опять переводчик не знал, походу. Не написали. используют 10 различных фильтров, и как так можно его использовать, дурик? Тут дело в том, что переводят в SVG. Хорошо, хорошо, надо дать должное, это тоже интересно. Это прикольно. Может быть, как бы в компасе такое добавлять собирались, может быть, даже это и есть там, я не знаю, но согласен, молодцы. Единицы рем, но пиксели, ремы в пиксели. Ну, то есть, когда ты пишешь ремы, у тебя по факту выходят и ремы, и пиксели, да, я так понимаю? Я так понимаю, только пиксели у тебя возвращаются. А какого хрена? Это тогда вообще идиотский experience, учетом того, что я в ремах пишу тогда, когда я хочу ремы. Вот смотри, здесь есть. Ну, давай. Видишь, он пишет и в пикселях, и в ремах. Если браузер ловит только пиксели, он на них и остается, а если браузер ловит ремы, то он это перечеркивает и отходит к этому. Вау. Компас это сто лет назад как делал. Да. Отлично. Псевдокласс AnyLink позволяет использовать класс AnyLink для ссылок. Я не знал, что такое готовится спецификация. Да, наверное, его как бы... Ну и что AnyLink? Стоп, ну это миксинг. Он, видишь, переводит в Link и visited. Это ты можно просто вручную написать. Можно, но типа одна строчка всего лишь у тебя. Псевдокласс Matches. Можешь использовать класс Matches. Ну, это, видишь, это типа массив, что параграф из массива First Child из массива Special. Понятно. Что все... Ну, как сказать? Я же обычно, когда вот открываю свойство P и в нем делаю внутри с помощью родительского. Родительский First Child, родительский Special и он компилирует в такую же хреновину. Поэтому... Хорошо. Псевдокласс Note. Ну да. Тут... С обратным результатом. Note уже был, только тут он на то же самое делает и то, и то. Note я имею в виду уже был в CSS, но здесь можно из нескольких сразу. Ну, окей. Вот тут я не понял, добавляют цвета? Их не было... Для старых браузеров, понимаешь? Давай посмотрим по документации. То есть именно старый браузер будет нормально отображать... Сейчас посмотрим, как. Вот смотри, он для тех... А, ну понятно, где нету их, просто написано 16 и этот. Ну... Понятно, он вычленяет и делает просто цвет. Кому бы это нахрен надо? Ну ладно. Можете использовать CSS NES как плагин для вашей любимой системы сборки? Сборки GrandGal Broccoli Webpack Fly и так далее. В CodeKitty нету. Смотри-ка. Ну... Да в CodeKitty в принципе пост-CSS по-моему нет, если я не ошибаюсь. Может быть, конечно, есть... Автопрефиксер был, когда он еще был единственным, так скажем, представителем семейства пост-CSS плагинов, но... Ну да. Вот так вот плотненько мы прошлись. Короче говоря, те, кто именно это ждал, CSS 4 шляпа. Поддерживать его, это... Это пиар. В принципе, наверное, это будет круто когда-нибудь, но нахрен-то надо. Так, ну давай-ка дальше. Вышел Modernizer 3, вторая наша громкая сегодняшняя тема. Мясная. Они здесь... Я очень быстро по ней прошелся. Релиз 3.0. Два с половиной года прошло с предыдущего релиза. До хрена долго. Они прям обещают исправиться и выпускать чаще. Что нового? Более 100 новых детектов. Ну вот я тебе скажу, даже вот я на... В прошлый четверг выкладывал видос про бэкдроп-фильтры, который вот только в этом июне-июле представил Apple на WWDC. И вот тут уже есть ловить именно эти фильтры. Плюс, например, они точно помнят, что у них Flexbox коряво ловился, например. Они это пофиксили наконец-то. Battery API теперь ловится. Ну, куча всяких вещей, которые раньше не ловились или ловились коряво, типа вот баг, типа detected emoji. Это первое. второе, типа у них они переписали в принципе весь скрипт. Он теперь очень хорошо работает. И он модульный стал, что теперь легче контрибьютить на GitHub, то есть ты какой-нибудь кусочек переписал отдельный, запуливаем и все. Они перешли с лицензии BSD на MIT, теперь все супер открытое, туда-сюда. Они здесь еще пишут, смотри, вот это смешно. Сайт использует сервис... А, ну они типа и переделали сайт. Про сайт сейчас еще посмотрим, про свой. Ну, именно модернезингом. Они пишут, сайт использует сервис воркеров, это хреновина, которая параллельно JavaScript выполняет. То есть кусок ты выполняешь одновременно, кусок выполняется тут. И потом, ну, то есть параллелизация в JavaScript. Поэтому, после того, как вы создали свой билд, в теории можно сделать то же самое оффлайн. В теории. То есть, ну, грубо говоря, ты билд свой сделал, у тебя вдруг интернет отвалился, а у тебя билд уже прекомпилировался здесь в браузере, ты его все равно можешь себе скачать, если ты гавочки уже расставил. В теории. Мне вот это смешно. Как бы они проверяли, интересно, это или нет? Оно там что-то можно там обвалиться, обрубиться. Да. Ну, вот, вот, тем не менее. Можно на полном серьезе, вот они тут пишут, я не нашел где. На, в секции Download, то есть, где ты будешь писать, какие тебе нужны, там, туда-сюда, эти, какие тебе нужны фичи, их можно сразу и протестить. Видимо, на том браузере, в котором ты сидишь, я не очень понял, как это сделать, но надо. Open Source, бла-бла-бла, репортите нам баги. Давай, вот, зайдем на Download. Здесь, во-первых, такая же вспышечка со шрифтами, как мы уже с тобой обсуждали в U.A.S.T. И, помните, все сайты, на котором этой вспышечки нет, я вам подскажу его, те, кто слушает нас в iTunes, подсказка веб-сайде. Так вот, у них здесь можно плюсики поставить, типа, опа, какая гавочка у них козырная. Там что-то, да, там выросло. Опять хрен напоминает, может быть, одному мне, не знаю. Здесь сверху, написано, вот если только на Application Cache проверить, то будет 760 байт газипнутых. вот где здесь проверить сразу же, может быть, я вот билд нажму, тоже нет, копи ту, клипборд, ну как бы, что-то не копируется, я смотрю. Open Build on Code Pen, может быть, вот это, что можно на Code Pen сразу этот билд открыть, ну не знаю. В общем, баги, надо похуже репортить им, прям в сайт, они, смотри, калькулируются еще прям вот на глазах долго. Всего 3 штуки, а уже 2,5 килобайта. Это что-то как-то вот как-то все у них печально, не знаю, но вот вроде прикольно, вроде это, ну вот отступы какие-то тут вот не те, вот здесь сверху такой вот стопа, слева никакого. А он, кстати, мобильный он, кстати, дозавает еще не в бровь и в глаз, а в душе не мобильный. Не, не, ну что-то мобильное, конечно, общинс, это что? А, это все заголовок, да, да, но он мобильный, только, ооо, что-то, что-то какие-то у них раз это, раз хренорайся, ну-ка, айфон, я сейчас включу юзер-агент, вдруг они ловят там как-нибудь посыл, ни хрена они не ловят, вот такой у них сайт, ну, первый блин комом выходит, но вообще Modernizer 3.0, пишите в комментариях, в каких случаях вы вообще Modernizer используете, как вам, и да. И мы сейчас от хреново работающих переходим, а, или у нас сейчас какая тема? У нас про... А, вижу, какая, вижу. А у нас сейчас про заказчиков, про заказчиков. Про заказчиков тема тоже небольшая, у нас будут инфографики, поэтому все, кто слушает нас, потом просто не поленитесь, зайдите посмотрите, что там, что мы показываем. А если слушаете нас в iTunes, поставьте нам звездочки и напишите хвалебный отзыв, спасибо. Так вот, заказчики сайтов предпочитают WordPress и индивидуальный дизайн, гласит нам заголовок статьи. Так вот, фриланс биржа, не будем говорить, какая, не важно на самом деле какая. На самом деле можно, возможно, это их единственная реклама, freelancehunt.com это говненький. Какие-то непонятные кто, да. Провели опрос среди разработчиков сайтов с целью выяснения текущих трендов на рынке разработки сайтов и CMS. И оказалось, оказалось, вот на первом инфографичке небольшом, на картиночке мы видим, что 74% рекомендуют сами заказчику, как жить, а 26% CMS указывает сам заказчик. Причем, смотри, здесь вот заказчик он в костюмчике, причем рыжий, бездушный. А вот он фрилансер, он крутой, он крутой. И это все еще в форме этого Пакмана. Да. Потому что фрилансер, он как бы пожирает на почечку до заказчика в тот момент, когда заказчик сам выбирает какую-то CMS-ку. Ну, наверное, с точки зрения фрилансера, конечно, хорошо, когда ты рекомендуешь заказчику. Это безусловно. Само собой, просто потому, что ты уже наработал какой-то воркфлоу именно для конкретной системы. ты привык работать там с WordPress'ом или с чем-то еще, и почему бы тебе рекомендовать что-то другое. Ты банально быстрее сайт сделаешь, и он будет, возможно, лучше. То есть я вот, зная внутреннюю кухню, если бы выступал заказчиком, я бы шел на поводу, хотя бы я бы лучше вообще ничего не заказывал, зная внутреннюю кухню, если честно. Ну да, причем ни у кого, мне кажется. Да, вообще нигде бы не ел. В принципе, проблема, да, это как люди, которые в ресторанах работают, они потом в ресторанах не жрут. вот тут тоже, мне кажется, это не изжито совсем во всех студиях, есть воркфлоу. Ну да, так вот, опрос также показал, что самая популярная CMS, получившая наибольшее количество голосов, по-прежнему остается в WordPress. То есть как бы не джумла, а это, я так понимаю, это не русский сайт, да, опрос? Причем здесь, судя по всему, по единой России, потому что 71% WordPress, а 49 джумла, 45 open card. Нет, я понимаю почему, потому что некоторые люди, я так понимаю, тоже голосовали, просто галочки ставили. Ну да, само собой, здесь несколько вариантов использовать, ты разработал, хотя... Подожди, как open card? Какое-какое? Подожди, давай, это, во-первых, русский вот этот фрилансер. Фриланс хант. Да. Но open card, это для магазинов в России тоже используется. Ну, наверное, не так, как 45% вообще нет. Но, нет, ну, само собой, это... Нам поэтому сказано freelancehunt.com. Да, то есть, это все-таки ребята такие. Потому что в WordPress слишком много процентов, но у нас джумла-то сильно все еще рулит, как мне кажется, в России. Ну, причем, вот я сейчас смотрю, и джумла, это... Ее логотип, это 4 костыля. Ну, посмотри просто это. Ну, кстати, да. А open card, это значок Nike, перевернутый на колесиках. Ты че начал? Сейчас пацаны-то их засудят после нашего подкаста каждого. Скорее всего, Drupal только не засудят, потому что, в принципе, они молодцы. Ну, они-то придумали, да. Наибольшее количество заказов на разработку приходится на интернет-магазины, представляешь? Подожди, это просто своя CMS, это 25%. То есть, есть такое название своя CMS. Это Bittrex, своя CMS. И она даже больше, чем Drupal. Ладно. Да, да, так вот, больше всего интернет-магазины заказывают 31%. 26% сайта-визитки. Ну, это да. 25% лендинг-пэйджей, хотя, что странно, мне кажется, лендинг-пэйджей, это, во-первых, есть сайт-визитка, а во-вторых, ну, вот видишь, если с точки зрения UX, то лендинг-пэйдж ведет к конкретному действию, а сайт-визитка ведет к тому, чтобы с тобой связались. Ну, это и есть конкретное действие, окей. Я согласен, у некоторых сайт-визитка это лендинг-пэйдж и наоборот. И корпоративный сайт. Корпоративный сайт, ну, это слишком широкое понятие, то есть, я понимаю, про что это, типа там, где очень много... СРМ-ка внутренний, обмен документами, там, туда-сюда, вот такие вещи. Ну да, интернет-магазины в топе. Так, далее. Дизайн сайта в большинстве случаев разрабатывается индивидуально, а вот доля заказчиков, использующих, подпишись на самые платные и бесплатные шаблоны, примерно один, 53% индивидуальная разработка. То есть, мы берем на WordPress, вот это самое топовое получается. 24% платные шаблоны, 23% бесплатные шаблоны. давай тут сложим, хоть получится. Ну, давай, 47. Да, получается. У нас все за 7 проверяемое. Сколько интересно из этой 53% индивидуальной разработки вранья, так скажем? Реально, все-таки платные или бесплатные шаблоны? Сколько потом на платные шаблоны еще ушло, да, а потом на бесплатные, да, согласен. В среднем, разработка сайта занимает 12%. Ну, вот это... В среднем. То есть, где-то и меньше занимает. Это за еду работают люди, что ли, или что? Ну, вот, кстати, вот именно эта цифра, мне кажется, она говорит нам о том, что, скорее всего, разрабатывают месяцами сайты, потому что обычно в таких местах пишут, знаешь, самое минимальное. Это пофигу, что в среднем. Во-первых, я очень слабо, что вот это классическое пишут за 3 дня, да, за 5 дней, вот это все. Это ужасно. Это вот бесплатные шаблоны 23%. Вот. Да, согласен. Наверное, на бесплатных это быстро делается. И если ты реально заказчику сказал, что чувак, у тебя на бесплатном шаблоне... И не вякой. Да, да. Но тут написано, видишь, что среди фрилансеров проводился опрос, который работает в направлении программирования. То есть, иногда, когда ты делаешь сайты... На C++? На бесплатном шаблоне это программирование. Отлично. Количество участвующих респондентов около 10 тысяч человек. Ну, в общем... В принципе, статистически нормальная сумма. Не, ну... Сумма это сразу... Статистически нормальное количество. Ну да, да, да. Давай дальше пойдем. Дальше у нас рубрика про WordPress. Не зря мы тут начали его восхвалять сразу. И не зря у нас недели 3 очень скудно было по новостям WordPress, потому что в этот раз прям вообще все хорошо. Первая новость. Используем инструменты для качественной разработки на WordPress. Статья на сайт Point... О, господи, на Тутс Плюс. Чуть ли я... Почему-то я про сайт Point подумал. Здесь он, чувак, говорит, что дохрена вот людей предпочитают, в принципе, в WordPress то же самое, что и в любой другой разработке. Там, например, от IDE до менеджеров зависимости и так далее. Там всяких билд-тулзов. То есть, много-много разного, и это все сходится. То есть, например, вот несколько вещей, которых вы могли прочитать. Здесь, причем, это автоматически хороший копирайтер поработал. Ссылочки на статьи код тут с плюс. Перелинковочка пошла. да, 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 да. Грант, Bauer, Composer, CodeKit, JSLint, Грант, смотри, все еще, даже до Галпа еще не дошли, не понимают, что в топе уже немного другой, хотя 20 сентября 15-го год. Мы вот в эту субботу обсуждали, что Грант это уже для динозавров, что это уже прям вообще, это вчерашки только используют. Так, и это здесь еще даже никто не, так скажем, даже не зачерпнул такие вещи, как веб-сервера, базы данных, версии PHP, туда-сюда, то есть все концентрируются именно на базовых таких вещах типа IDE, дебаггера, подсветка кода, ну то есть проверка кода, именификация его, контроль версии и тулзы для диплоймента, то есть для непосредственного выката в продакшн. Ну типа я вот автор пишет нам, что перед тем, как начать, я хочу сказать, что я работаю на ОСТН. Отлично. Кстати, в этот четверг будет обзор на Эль Капитан. То есть она 30-го числа выходит в релиз и 30-е число это интересно, что? Если посмотрю, 30-е число это, я так понимаю, среда. Да, но вот в четверг будет обзор, то есть как раз сразу после... Быстрее велся Кома, возможно? Не уверен. Хотя, может быть, у него уже заготовлено, в конце концов, так давно были всякие превью, там может паблик или не паблик, беты, может быть, он уже заготовил. Я на самом деле тоже уже заготовил, но не отснял, но уже подготовился. Вот чувак нам пишет, что его IDE of choice это кода 2. Я тоже очень долго ей пользовался, потом начал пользоваться PHP Storm и не жалею, настолько там много инструментов из коробки. Здесь тоже много всякого, типа там подключение к VPS, ки-дебаггинг, туда-сюда, индексирование проекта, но в PHP Storm как-то это более по-взрослому все сделано, причем он здесь даже и пишет, что кто-то предпочитает Atom, кто-то Sublime Text, кто-то Vim, кто-то PHP Storm. Он говорит, типа, мне нравится в кода то, что у них давно уже работает поддержка, обновление и есть мобильная версия, то есть есть же кода на iOS. Нахрена она ему сдалась, это непонятно. Ну то есть, я реально тоже отстаивал как-то коду до того, как нормально так вот погруженно не попробовал PHP Storm, не знаю. Вот он пишет, типа, какие я плагины в коде использую, WordPress режим, PHP Dog Block Генератор, кстати, вот это тоже есть в PHP Storm, в педерах, в PHP Storm и по дефолту, когда блоки с комментариями генерируются в зависимости от того, какие параметры класс возвращает, он сразу генерирует, что return, такой-то тип данных и параметр так-то называется, и тебе осталось только дописать реально комментарий, что-то там туда-сюда, очень круто, очень круто, ну там у них их много реально, то есть, в принципе, я вот для разработки WordPress использую PHP Storm и нисколько не пожалел, ну, и причем, мы это тоже уже разговаривали в субботу в разговорах у экрана, причем в комментариях нам писали, что я несколько сумбурно рассказал про X-дебаг, теперь рассказываю менее сумбурно, то есть, он, кстати, пишет о том, что в PHP Storm уже встроенный дебаггер, на самом деле, это не так, PHP Storm просто умеет использовать встроенный в PHP дебаггер, который у вас уже установлен с самим PHP, он предлагает ToolZu Code Bug, отдельную, гуевую, хочется сказать, с графическим интерфейсом, не знаю, зачем это надо, как работает X-дебаг в PHP Storm, X-дебаг вообще включается в PHP и не, потом вы перезагружаете PHP, и он слушает 9-тысячный порт, точнее, не слушает, а отправляет на 9-тысячный порт по умолчанию на localhost все замечания со всеми там, типа, вот в этой функции warning, вот в этой функции ошибка, здесь фатальная ошибка, после чего все завершается и так далее. И PHP Storm, если просто в графе интерпретатор PHP выбрать X-дебаг, он проверит, работает он или нет, он будет просто слушать localhost 9-тысячный порт и все. Нам подсказали в комментариях, что кто-то спрашивал, как дебажить в продакшене, можно на VPS тоже настроить X-дебаг и сделать, чтобы он не на localhost отправлял по 9-тысячному порту, а по SSH вам на локалку отправлял. И вы можете также это слушать, но это на самом деле просто кошмар, то есть вы здесь, но это можно сделать реально, вы в PHP Storm обновили изменения, пушнули их, либо через Git, либо через SSH клиенты, SFTP, точнее клиент туннель, по SFTP туннелю закинули файл и вам по 9-тысячному порту от дебаггера пришел отзыв, что типа тут-то, тут-то беда. Но на самом деле лучше, конечно, это все на локалке тестировать, видимо, через вот этот код баг, не знаю, я не пробовал эту графическую тулзу и считаю это бесполезно, лишнее окно только открывать, да. Код линтинг минификацион тулз, кто-то использует, как обычно, Grand Gulp, он и вам в консоль выводит, где у вас там все неправильно, в JavaScript, там, или в CSS, всякие линтеры сейчас существуют, и он же сжимает. Я использую CodeKit, прям, видимо, как автор, потому что, ну, судя по скрину, у него здесь тоже CodeKit, на него, кстати, есть видос, поэтому, посмотрите у нас на канале, если вас это интересует. К сожалению, приложение только для маков, но оно стоит того. Минификации JS Hint, JS Lint там точно есть. Version Control, мы недавно сняли ролик про GitHub, то есть, я имею в виду GitHub Desktop, и после этого еще, скорее всего, снимем про Source 3, то есть, если, что касается продвижок Source 3, ты имеешь в виду, который в контре будет? который, Source 3 в смысле сурсовое дерево, вот он, видишь? Ну, понял, понял. Ну, Source 3, это смешно, да. Сразу вспоминается ролик того мексиканца, который, типа, третьего, 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 да, 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 все думали Source 3, а, нет, все думали будет Half-Life 3, представляешь, да, нас в три часа, говорит, поставили в три. Вот, да, это сразу вспоминается, то есть, контроль версии, кто-то использует Subversion, кто-то Git, кто-то Mercurial, WordPress использует Subversion, просто исторически, с плагинами и с самим WordPress, кстати, об этом еще поговорим в следующей новости, вот, но большинство людей используют Git, а именно GitHub и любят Bucket, причем, извините, автор использует Tower 2, это платный клиент, ну, да, я еще расскажу, что, смотрите, наш обзор на GitHub Desktop, очень неплохая тулза, но можно и через консоль, в принципе, в том же PHP Storm есть встроенный гид, он нормально это все будет пушить туда-сюда, коммитить, пулить, это все, это все есть. Deployment Tools, это опять же, то, через что вы можете это все сразу переводить в production, автор говорит нам про CodeShip, это платный сервис, который из вашего репозитория, гитовского, будет сразу это все на сервак выкидывать, можно это сделать и вручную, с помощью GitHub Hook'ов, то есть, если в GitHub что-то прилетает, прокидывать SSH туннель и сразу заливать на хостинг, но на самом деле, наверное, лучше как-то сначала делать ревью и после того, как там, ваш Team Lead или вы сами убедились, что релиз нормальный, ну, тоже как-нибудь автоматизировано, но не автоматически пушить это на сервере. Вот есть Deploy Bot еще, я не знаю, он тоже платный, да, он тоже платный, тоже с Git'а, есть еще хреновина, которую Beanstalk, которую Крис Коэр пиарил, тоже она с Tower'ом прям работает и после коммита, если вы хотите, можете сразу это все публиковать на сервере, но это, к сожалению, все платные тулзы, то здесь, если хотите деплоить в один клик после коммита, вам придется как-то немного раскошелиться. Кстати, пишите в комментариях, если есть какие-нибудь бесплатные тулзы для деплоймента, будет, в принципе, интересно. Хотя вот я уже неоднократно говорил, что в WordPress'е, в принципе, деплоятся либо темы, либо плагины. Есть плагин GitHub Updater, который, если ваша тема или плагин, опять же, есть на GitHub, причем даже в приватном репозитории, можно просто там API-ключ расписать, она будет подгружать это и обновлять само, но как бы с вашего позволения. Я, насколько помню, раз в сутки, да, практически, или как-то так? Не раз в сутки, но он, да, не через секунду, то есть какое-то время должно пройти, но, ну там оно ну 30 минутами измеряется, просто чтобы, видимо, плагин не заблокировали, чтобы он GitHub не дрочил каждую секунду, там вот есть какие-то тайм-ауты, поэтому, поэтому вот так. Да, пишите в комментарии, и мы еще одну статью успеем разобрать про WordPress, и времени у нас что-то сегодня не остается, когда мы долго рассусоливаем. Ну мы, да. Интересно, с чем? Здесь VP Smith, VP Кузнец, вот такой блог. Круто. Я не помню, я с него уже статьи вам говорил или нет, кто тут автор? Трэвис Смит, то есть он, Кузнецов у него фамилия. Ты имеешь в виду, сначала ты такой VP Кузнец, потом пошел в VP Tevern, попил? Да, скорее всего. Я даже не знаю, куда ты после этого. VP Bad, спать, возможно. Может быть, да. Он нам рассказывает о том, что вот вы делаете плагины, которые зависят от каких-то других плагинов. То есть условно расширяете функционал Gravity Forms с помощью какого-нибудь, вот он переводит, прямой Gravity Forms Customizing Notifications. То есть вы чуть-чуть что-то изменяете. И вы не вручную плагин правите, а делаете плагин, который зависит от Gravity Forms. Это можно делать по дефолту. То есть, если там писать, не помню, что писать, ладно, не буду позориться сейчас, но так можно делать по дефолту. И он пишет, типа, у вас есть два варианта, extension плагин и dependency плагин. То есть, допустим, extension, это будет наш Gravity Forms, там, вот Date Range Field или Customizing Notification, dependency плагин, тот, от которого это зависит. Он просто нам с терминологией определяется. Вот если вы, типа, ну, во-первых, если вы корявый дурак и случайно активировали плагин, в котором не было проверки, что, типа, если существует такой-то класс, ну, класс плагина или там, функция того плагина, который вы расширяете, то там делать просто return. Если этой проверки не сделать, то у вас будет белый экран смерти, вот этот PHP, когда ошибки не выводятся, и вы просто все сломаете, вам придется на сервер вручную лезть и деактивировать тот плагин. Вот. То есть, здесь он, что нам вообще Трэвис Смит предлагает? Он написал свой плагин wishWPSS WPS, это, видимо, WordPress Smith, плагин Extend, он класс такой написал, для того, чтобы мы его использовали как шаблон для написания нашего плагина, который будет вокруг чего-нибудь. То есть, он будет препятствовать активации плагина Extensions, если не активирован плагин Dependency. То есть, если, как это сказать, родительский плагин не активирован, то дочерний активировать быть нельзя. Автодеактивация дочернего плагина, если плагин родитель деактивирован. И уведомление использователя использователя пользователя о том, что плагин был деактивирован, по какой причине и так далее. Вот он написал его, и вот он демонстрирует. Я, типа, не хочу, чтобы плагин активировался без Gravity Forms. Я, типа, жму, и мне написано Gravity Forms 1.9 необходим. Пожалуйста, его активируйте перед тем, как активировать Date Range, для того, чтобы не было вот этого белого экрана смерти. Окей, есть проверка. Делайте Activate Gravity Forms, активируйте, все, все окей, синенький, видишь, да, работает. Но, если вдруг версия у Gravity Forms не та, а вам нужна минимум 1.9.0, то тоже будет уведомление, что Gravity Forms 1.9 required. Сначала обновите родительский плагин, только потом сможете активировать дочерний. То есть, никаких ошибок. Он прям круто все вот это написал, для того, чтобы мы не использовали. Мне прям нравится. Это даже можно, ну, у него, естественно, тут лицензия, лицензия типа MIT или как там, GPL, у Wordpress. Строить в темку. То есть, можно в платные шаблоны или в платные плагины для Wordpress это тоже встраивать на Team Forest, который вы продаете, чтобы у вас не было всяких ошибок, факапов, и вам потом в саппорт не писалась куча дураков, которые себе закирпичили, так скажем, сайт. выводите непосредственно экземпляр, и вот он приводит два варианта. Для Gravity Forms, например, делайте так, пишите, что родительский плагин такой-то, такой-то, вот такой версии, такой у него текст-домейн, все, конец. После этого можете несколько даже упоминать, то есть, если вдруг нужно, то WPS Extend Plugins функция, ее использовать, и в этом ForEachie он будет массив с плагинами, который передан функцию, парсить и подключает. вот, например, такой массив можно передать как параметр, что для этого плагина нужен Gravity Forms 1.9, DisplayPost 2.5, Jetpack 3.7 и так, солилакуй, солилакуй. Солилакуй, если мне не изменяет память, это MirkClient был такой. Да, что-то такое, да. Непонятно, есть ли такой плагин для WordPress, но вот да. Ну и тут он просто весь код класса приложил, то есть вот, помните, что для тех, кто пишет свои плагины для WordPress, которые зависит от других, вот существует вот такая хреновина от Трэвиса Смита. Смотри, он тут нам два знакомых и две знакомых штучки пиарит, смотри. Recommendation Genesis и сукуи. Да, слушай, ну Gravity Forms тоже мы знаем, уже во-первых, только что из его статьи, солилакуй. Best Responsive jQuery Slider, а это Slider оказывается такой. MirkClient. Ну, был, был, отвечаю, какой-то такой был. Ну давай с Солилакубе идем к последней уже новости. давай перейдем. Супер новости, мега. Ну да, успеем, ладно. Особые новости. Черт, я случайно закрылся файл. Почта России поменяла дизайн сайта, как Twitter меняет постоянно, вот Почта России поменяла маленько. Причем они даже и домен сменили, по-моему не было на почту. А я вот не знал, какой был. Роспост. Да? Что-то такое. Ну, мне такая, смотри, здесь даже при подгрузке вот так оно все вообще супер все сдвигается. Да? Ну, то есть, во-первых, во-первых, у тебя нету, к сожалению. Блин, кэш можешь почистить? Сейчас, за секунду. Ну, хотя бы. Я вас сделаю умнее. ты контур-шифтен, да, да, да. А, это умнее. Это я согласен, это очень умно, потому что мы сейчас здесь увидим вот что. Ух ты, я даже не помню, я утром, когда эту тему готовил, еще я как-то даже... Ты сразу нажал, все, давай. Вот тут есть небольшой туториал, так скажем, то есть мы открываем, нам говорят, что вообще, как жить, что у них тут новый сайт, вот это все, вот это все. Мы работали над тем, чтобы сделать жизнь наших клиентов лучше, весь прошлый год работали. Стали доставлять письма и посылки быстрее, причем факт, из Китая приходят уже за полторы-две недели, за неделю иногда. Открыли новые логистические центры, запустили единую службу поддержки клиентов, теперь предоставим новый сайт почты в России. Мне вот это нравится, удобно отправителям. Это как бы следующий пункт, ну просто это тупо. А, да, это понятно, это заголовок. Это как бы не далее. А что, можно нажимать прям? Можно. Охренеть. Ну ты, я не знаю, а ты как-то... Я попробую назад. Да, вот так. Подготовьте бланки, выберите услугу. То есть здесь можно сразу себе какое-нибудь извещение, скачать письмо, чтобы не вот это, сначала отстоять очередь и спросить, а какой мне бланк, чтобы письмо, тебе дают, и потом у тебя вот эта неловкость. Ты думаешь, тебе или заново очередь все отстаивать, или ты можешь как бы сейчас уже без очереди, ты же один раз отстоять, вот ты можешь в этот раз теперь прийти уже сразу с готовым бланком, один раз отстоять очередь, сразу все будет хорошо. Сейчас будут думать, что мы пиарим. Блин, ну... Не, ну выглядит вообще достаточно... достаточно хай-течно. Да. Удобно, получательно, доставка на дом. Всего за 100 рублей почтальонам принесет не мешаю посылку вам домой. Я слышал, к сожалению, что почтальонам за это не доплачивают, поэтому им очень не нравилось это новое письмо. Поэтому сотка идет не в тот карман. Удобно, получательно, неудобно почтальонам. Вот следующий пункт такой должен был быть. Уведомление. Получайте уведомление и перемещение к посылке по электронной почте и в мобильном приложении. Понял, да? Это хай-тек. Можно зарегистрироваться и по... Ну, это, по-моему, было такое. Было, но... Я помню, что... На деревянном сайте на этом. Я помню, что в приложении можно было тоже смотреть. Но вот про уведомления я не знаю. А, нет, ну про уведомления я тоже не знаю. Я больше тебе скажу, я не знаю, а как они будут привязывать, что ты это ты? Вдруг я случайно подглядел твою посылку, подключил себе уведомление, а потом подкарауливал тебя, когда ты пошел там и это и тебя ограбил. Я просто бред. Кстати, да, нет, я согласен. Должно быть какое-то... Не, ну у тебя трек номер. Почему у какого-то другого чувака трек номер вдруг? Ну, вдруг ты его в чатике спалил. Или это твои проблемы? Это твои уже, как говорил Аршавин, собственно. Это ваши проблемы абсолютно. Да, он вот даже на Windows Phone сделали. Да? Причем там, если приблизить, там Кеды Конверс кто-то заказал. Прибыло на территорию России 20 сентября. Новая косметика. Можно смотреть, опять же, отследить, опять же, приехать. Кто это, интересно, из разработчиков заказывал? Это только начало. Сейчас на сайте только самое главное. Мы знаем, что чего-то не хватает и как сделать еще лучше. Будем регулярно обновлять сайт, добавлять новую возможность. Но по юзабилити это охрененно штука. Знаешь, что нравится мне? Что сразу есть отследить трек номер. Потому что, я думаю, 95% людей, если не 98, заходят на этот сайт только за тем, чтобы отследить. Теперь это можно сделать очень легко. Ну, блин, и вот этот вот Navigation, который мы с тобой обсуждали, который внизу, помнишь? Вот, это оно. Ну, тут, понимаешь, здесь и этот внизу, и вот тут еще помощь и в IT. Блин, ну круто, не, круто, мне нравится. Знаешь, что смешно? Знаешь, что не круто? Да. Вот на О-компании ссылка ведет, у него почта.ru slash 315. Ну, такой айдишничек чисто. Они еще не сделают. Ну, а когда переходишь, здесь есть почта.ru about missie. Миссия? About missie. Вау, missie. Наша миссия объединить людей. Толстый футер, люблю. Подожди, давай, что там у них с этим, с адаптивностью? Кстати, да, ну-ка. Потому что, как бы, ну, хочется знать. Блин, а. Гамбургер нефть. Сразу, причем, сразу отследить тоже сверху, это прекрасно. Вот почта, что нового на сайте, вот этот промо. Ну, его было, смотри, промо, и то адаптивно. Тоже адаптивно. Теперь просто скролируется. Даже картинка здесь адаптивная, сразу уже. Охренеть. Красота, красота. Это умная адаптивность, снимаем шляпу. Единственное, вот здесь бы крестик еще вот здесь, чтобы туториал я мог пройти и закрыть. Нет, ну, в смысле. Блин, off-canvas navigation. Да, да, да. Да, я и говорю, что вот пройти бы этот туториал, но, видимо, нужно мучиться. Угу. Хотел сказать, почему там еще один открыт, а это мы же сейчас без этого, без палевного режима. А вот этот слайдер. У-у-у. А что это? О, он не адаптивный. Причем, он и не адаптивный, и не скру... Блин. Это ты как делаешь вообще? Это в сафари просто, ну, как бы, вперед. А, на предыдущий она? Он, все, ничего с ним нельзя сделать. Ну, бывает, бывает. Но это не самое главное. Давай будем откровенны. Насрать на этот личный кабинет, мы вот за этим не будем сюда. Короче говоря, этот сайт лучше, чем новый сайт CSS-Trix. А ну почему? У него тоже есть свой тэпп, с БМГ. Мы его посмотрим в следующий раз. Я сейчас даже себе запишу. Смотри, сейчас все облизываются, сейчас все заходят. И поэтому им неинтересно будет в следующий раз. Слушай, зря ты спалил. Но вообще, я вам так скажу, я посмотрел код и нет кода. Видел, да? Отлично. Ну нет, надо вот в этом просто смотреть, в Elements. На библиотеке YUI сделан сайт. И я такой думаю, что такое? Что такое? Сейчас смотри, он ловит, что Safari 601, 601, 2, Mac, Secure Landscape. Все сразу спалил у тебя. Это, это в вот этом YUI видимо какой-то аналог модернайзера, вот это все ловит, потому что вещь есть класс YUI 3JS Enabled. Ну-ка, если я сейчас отключу JavaScript, что я увижу? Вот ничего. Как так? Мы перехвалили, я считаю. Ну-ка, хотя бы класс JS Disabled, он словил? Нет, вообще ничего нет. Все, просто портал. Ну, блин. Это вам еще один урок. В Яндексе они скорее всего не продвинутся. Ну да, так давай не будем томить. YUI это библиотека Yahoo-шная. Это был open-source JavaScript и CSS framework для веб-приложений. Что характерно, он уже не поддерживается. Это грустно. не успели сделать сайт почты России как Yahoo или Yahoo, не знаю, как правильно. когда они начали его разрабатывать, ты же сам понимаешь, только вышел. Возможно, просто уже даже и не работает блок тумблерный. Возможно, эффект YouWebDesign. Ну, я просто сегодня туда заходил, ну, короче говоря, они отменили его поддержку, сказали, что все, чуваки, извините. Но вот, к сожалению, так. Ну, в общем, начали за здравие, а закончили за упокой, как водится. Да, ну, сайт хороший. Ну, красота, согласен. В конце концов, нас не должно волновать, на чем он сделан, в конечном счете. Работает, можно отслеживать, я проверю, отслеживать можно, работает круто. Да. Давай, Никита, скажи. Как тебе, обойка? Ну, да, как? Ну, как тебе сказать, то есть, гора, которая не идет к Магомеду, как мы знаем. Это снег или песок? Давай, ну, снег, гора-то снежная. Давай песок, давай будем дурачками прикидываться каждый раз. Это песок, а сверху земля падает, а тут вот, в общем, ну, короче, главное, что есть. Я, знаешь, как вижу это? Вот, это айсберг, и это только верхушка айсберга. Сама гора на внизу, как сайт почты.ру. Вот сейчас мы видим только верхушку айсберга, но дальше они столько функционала допилят, что уже возобновят даже Яху, поддержку своей библиотеки только ради этого. Они инвестиции, все, которые на сайт направлены, они направят прямо туда. Куда, где это сейчас компания, в Америке, интересно, или в Японии? Почта России, да, в Америке, скорее всего. Не, знаешь, что я хотел, мне просто интересно узнать, сколько он стоил, этот сайт. Просто пишите в комментариях, если вы разработчик Почты России, и посмотрим, как будет. и честно нам скажете, как, что, за сколько, и почему. Ну, да, надо сказать, что это был наш подкаст, какой выпуск? 53, да, в прошлый раз был юбилейный, точно, я сам вспомнил. Подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на канал в Ютюбе, а соцсети у нас ВК, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук. И iTunes. И Google+, да, в iTunes, если вы нас слушаете, ставьте рейтинги, спасибо вам большое, это был наш еженедельный подкаст. На канале теперь всегда, на каждую неделю будут разговоры у экрана по субботам, и по четвергам будет обязательно какой-нибудь обзор, прям вот из штанов выпрыгну, но запишу. Удачного всем дня, пока. Пока.